Время выбирать. До 1 октября жители региона могут выбрать форму получения набора социальных услуг. Это касается федеральных льготников, имеющих право на ежемесячную денежную выплату. Вопрос в том, чтобы получать ее либо на панковскую карту, либо в натуральном выражении. А это обеспечение лекарственными препаратами по рецепту врача, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородных поездах, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Заявление можно подать у нас в клиентской службе социального форда ВФЦ или заполнить его на госуслугах. И перед тем, как подать заявление, наверное, если льготник получает лекарство, лучше уточнить у своего лечащего врача возможность, необходимость и определиться уже с выбором после его рекомендации, после совета. Если льготник определился с формой получения набора социальных услуг в течение последних 14 лет и не хочет ее менять, заявление подавать не нужно. При этом набор можно заменить деньгами как полностью, так и частично. Так, например, сделала Ольга Федорова. У нее на руках сын, инвалид первой группы. Лечение они получают не в Ульяновске, а в столичных клиниках. Лекарственное обеспечение. У меня ребенок получает те лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и бесплатных лекарств. И плюс проезд, мы ездим лечиться в Москву. Поэтому мы выбрали бесплатный вариант, чтобы нам выдавали натуральной льготой. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля этого года составляет 1469 рублей в месяц.